Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Готовлю на несколько дней и начинаю я свое приготовление с грибного супчика. Я его буду готовить из грибов, которые сушила этим летом. У меня такое грибное ассорти, там и подберезовики, и подосиновики, в общем разные грибы, которые я сама сушила. Я их предварительно отвариваю, предварительно также отвариваю перловку, готовить суп я буду с перловкой грибной. И сейчас подготавливаю обжарку. На курином бульоне я варю этот суп, обязательно. Он получается на курином бульоне именно такой вот, прям очень вкусный, на курином бульончике. Вот сюда я добавляю уже отваренную практически до готовности перловку. Далее буду добавлять зажарку. Отдельно в кастрюлю у меня варится, ну только я его поставила, куриный бульон. Это у меня будут кушать дети с вермишелью, в общем, потому что они грибной суп у меня не любят и не едят. Вот я добавляю туда обязательно морковочку и лучок, а потом еще куркуму. Ну и потом буду нарезать грибочки. Они у меня и так, в принципе, ну не очень мелко я их нарезаю, когда сушу. Вот супчики у меня муж любит, когда они мелко порезаны. Отвариваю я их тоже практически до готовности, то есть кто-то на ночь замачивает как перловку, так и грибы. Но вот не знаю, и так и так хорошо. Вот я предварительно отвариваю, потому что иногда, ну, о том, что я буду варить грибной суп, я, так сказать, прихожу к этому только с утра. Вот, а накануне я как-то вот не всегда, скажем так, это планирую, поэтому, ну, как-то привыкла вот отваривать. То есть пока варится бульон, я быстренько отвариваю перловку и грибочки. Я хочу также в этом видео сказать, что я показываю то, как я готовлю, то, как нравится моей семье. Я думаю, что каждая хозяюшка любой рецепт, ну, скажем так, делает, изменяет таким образом, как нравится ее родным и близким тем людям, для которых она готовит. Я ни в коем случае не снимаю какие-то обучающие ролики, исключительно просто для обмена информацией. То есть я делюсь, как делаю я, вы делитесь со мной в комментариях, как делаете вы. Мне, кстати, это очень сильно нравится. Очень много таких положительных советов вы мне даете, которые вот, ну, я ими следую, да, и получается еще вкуснее, чем я готовила в предыдущий раз, и мне это очень нравится, это очень классно. Вот я уже добавила сюда и грибочки, и картошечку. У меня еще все это проварится чуть-чуть, и я буду уже выключать. Конечно же, я еще сюда добавляю куркуму, соль, перец по вкусу, лавровый листочек добавляю, и немножко сухого укропа тоже я обычно сюда добавляю, буквально чуть-чуть. Вот он получается у меня вот такой вот прям коричневый, потому что он там под березовики. И вообще вот эти сушеные грибы, они придают вот такой цвет бульону. Ну, вообще, в принципе, такой цвет. Ну, а сейчас я буду готовить. По-другому это называется еще чихачбили из курицы, насколько я знаю. Здесь у меня филе куриного бедра, я буду вначале обжаривать, потом тушить в томатной пасте с добавлением обычного лука. То есть, вначале обжариваю мясо, потом в эту же кастрюльку добавляю лук, все это тоже обжариваю, и заливаю томатной пастой, добавляю различные специи. В основном это какие-то травки и специи. Вот у меня универсальные такие, мне очень нравятся. Заказывала сейхерп для мяса и курицы, я их добавляю везде. В принципе, как и куркуму, мне очень нравится. В общем, нарезаю на такие небольшие кусочки, вот, и сейчас буду ставить все это обжариваться, но потом немножечко протушу. Вот сейчас добавляю в мясо немножко соли и вот эти вот специи мои любимейшие, они везде у меня мелькают. Сто раз уже показывала их, но очень мне нравятся такие вот прям вкусные блюда получаются. Вот, и сразу подготовлю лук, я его нарезаю полукольцами. Решила одну луковицу добавить, хотя по рецепту вообще рецепт предполагает, что здесь должно быть много лука. Но у меня муж не особо любит, поэтому добавила немного. Ну и как всегда котлеты. В этот раз у меня говяжий фарш. Что-то у меня муж в последнее время подсел на котлеты, постоянно просят, чтобы я их готовила. Мясорубку я себе так и не купила, вот, ну, бывает. Поэтому покупаю фарш, но там, где я покупаю, он очень вкусный, прям как будто сама я сделала его. Фарш из говядины. Ну, в общем, делаю все как обычно. Также и в панировочных сухарях буду обваливать эти котлетки, потом протушивать в своей любимой плошечке. Вот, делаю их достаточно большими, потому что из говядины они как бы утушиваются так и становятся уже такими поменьше котлетками. Так что котлеты, да, в последнее время муж не тефтели, а вот именно котлеты. Ему очень нравится. Ну, не отказывать же мужу правильно нравится, я с удовольствием готовлю. Если у меня заказывают какое-то блюдо мои домашние, то я вот, ну, сразу же иду готовить. Потому что это бывает на самом деле очень редко. Обычно я ломаю голову, что приготовить. Они мне отвечают, ну, что-нибудь, что хочешь, да. Вот, и в этот раз прям постоянно просят котлетки у меня. Вот и здесь еще отвариваю картошку, буду делать пюре, вот жарятся мои котлетки. Вот, и сюда я уже добавила курочки, томатную пасту, немножко водички, приправки. И вот так вот у меня немножко под крышечкой это все протушится и будет очень вкусно. Кстати, я люблю вот такую курочку именно с макаронами. Не знаю, почему-то получается вкуснее. Но сейчас делаю пюрешку, тоже попросили мои домашние, то есть котлеты с пюре. Это вообще очень-очень вкусно. Вот такие у меня блюда быстро, просто получились. Я еще достала свою баночку лечо, которая я делала где-то в августе этого года, да. Уже пора, пора употреблять мои заготовки. Вот, и как раз с пюре с котлетками это лечо вообще отлично. Вот, а завтра приготовлю какой-нибудь салатик, там помидорчики, огурчики и сметанку или просто масло. И как бы вот такое получится разнообразие. Супчик мы уже пообедали, вот он полностью готов. Вот так выглядит. Ну да, бульон такой коричневый, но это сушеные грибы. Но сушеные грибы вкуснее, чем шампиньоны. Сейчас он уже остыл, буду убирать в холодильник. Пюре я делаю с сливочным маслом, с молоком. Вот, ну, обычное, обычное картофельное пюре. Наверное, многие так делают. И вот курочка моя здесь полностью готова, горячая крышка. Вот так вот она выглядит, с таким подливой, да, вот этой вот. Очень вкусно. Я люблю, кстати, вот такое. Я люблю готовить не из куриной грудки, а именно из куриных бедрышек. Мне так нравится больше, они как бы, ну, сочнее, что ли. Вот. И котлетки говяжьи. Вот я их пропарила в этой своей плошечке любимой. Последнее время постоянно вам показываю котлеты, но вот так вот у меня получается. Так что вот такие вот блюда. Нам хватит, меня спрашивали, насколько нам это хватает. Все зависит от того, приезжает муж на обед или нет. Иногда он приезжает, иногда нет. Иногда он у меня ест суп, иногда не ест. Иногда может просто там котлету с чем-нибудь съесть, с какими-то овощами. Поэтому по-разному. Ну, дня два точно, а то и три. Нам этого всего хватит. Вот. Так что вот такие вот такая красота у меня получилась. Но я на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Он был для вас полезно и интересно. Всех люблю. Целую.